А я люблю завоевывать народы и строить империи. Каждое утро я встаю и не могу взять в толк, как вообще возможно, что какой-то народ или территория еще не включена в состав России. В СССР было 200 народов, так и хочется сказать, почему тут так мало. Это не тот показатель, которым можно гордиться, ни высшая лига ни разу, среднячок. Я смотрю на карту и мне бомбит, какого черта пять шестых в суше еще не в подчинении у Москвы. Там проживают пока еще независимые народы, пусть подышат швободкой, мы до них еще доберемся. Какие-то там англичане и немцы обсуждают айфоны и машины, а я их не понимаю. Что это такое? Айфон? Один выстрел из автомата и нет айфона. Машина? Танк переедет ее и не заметит. Они называют эти вещи ценностями, по мне так это какой-то кусок говна и проеб важных военных ресурсов. Кто ли делал? Танк или истребитель? Вот это ценности, никто не поспорит. Особенно, когда бомбы скинешь или жахнешь из пушки. А эти шмотки? Все магазины не забиты. Но зачем они нужны, когда есть камуфляж? Он удобен, практичен, в нем можно делать что угодно. И даже по уши в грязи ты будешь вымелить в нем. Хорошо. Куча какой-то обуви и другой ненужной параши берцы надел и забыл. Как они вообще могут беззаботно щебетать, когда вокруг столько территорий не завоеваны? Это не укладывается в моей голове. Эта мысль не дает мне заснуть нормально. Я ворочаюсь в кровать. Беспокойство. В моей голове проносится планы аннексии, военно-политических союзов, интриг в международных организациях. А так армейских лавин плечом к плечу с такими же безумницами, как и я. Ненавижу ваши уютные спальни. Нормально выспаться можно только после похода и боя. На свежем воздухе в палатке комаров подкормить чуть-чуть. Заберите свои духи и шанель. Верните мне запах напаума по утрам. Это гораздо лучше и неплохо бодрит. Кто-то пишет симфония, манерит картины, а я создан завоевывать народы мирным или не очень путем. Я русский, меня уже не изменишь. Если где-то соберется больше трех русских, то там сразу возникнет мини-империя. Каждый раз, когда вы думаете, что победили, через несколько лет мы уже опять угрожаем всему миру тотальным уничтожением. Вам кажется, что война окончена, но это был лишь эпизод. В ней генштаб взял паузу, чтобы провести анализ ошибок и снова рвануть вперед. Вы можете разваливать нас хоть каждые 20 лет. Какие-то народы могут даже на время получить свободу, но это временное явление, просто передышка для них. Мы все равно соберемся в империю, вытравим страсть к айфонам, жестяным коробкам и теплым постелькам. У вновь покоренных народов, и они встанут с нами в строй и пошагают дальше обращать мир в свою веру. Вы от такого поворота событий тут же развалитесь, а мы все ваши осколки тщательно приберем и включим в свое сверхгосударство. Когда-нибудь эта планета объединится под единым руководством, и черт возьми, вам лучше уже сейчас начать договариваться с нами о преференциях, ибо потом может быть поздно. Ну а когда мы наконец-то завоюем этот несчастный земной шарик, когда мой далекий потомок в супернано-броне воткнет российский флаг в последний кощер покоренной Земли, то обитателям других уголков Вселенной лучше бы начинать учить русский язык. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова